всем привет мои дорогие зашли в парк сегодня сможем продадут то дерево этот шишечки появились интересные какие они любим этот парк это нас с отрядом городочкой мы сюда ходить погулять от этого дерева аромизное аромизное мой супруг стоит и просто представьте какое дерево люди гуляют на сегодня воскресенье немножко хочется тишины покоя какой-то стабильности у нас все так же все по-старому за того чтоб сдала я экзамен впереди через две с половиной недели еще один экзамен честно уже голова просто не соображает ничего настолько это все эти зло как говорится надо жить надо приспосабливаться ко всему этому самый обыкновенный парк гуляют дети и мы тут с супругом прогуливаемся собрала ребята я конечно информацию за мариуполь ну пока вылаживать нет возможности потому что я очень переживаю за свою маму которая у меня мариуполе все не так как вы думаете легко все это просто переживаю за ее жизнь никакой там радости нет я вам так скажу как многие там вам рассказываю что все прекрасно городе чуть сильно прекрасного там нет нищета разруха люди зарплаты не получают так вам скажу и мама моя тоже не хочет сюда ехать уперлась что я сделаю я только выполняю ее требования хочет там как-то через друзей россии как-то хоть немножечко помочь друзья мои поддерживают помогают спасибо большое такие вот вам пока дела так все живем не тужим все постепенно все у нас хорошо хотелось бы конечно чтоб закончилась ребята война чтоб вернуться домой уже наконец-то чтоб все это улеглось все эти передряги прекратили стрелять прекратили убивать людей потому что жизнь она дается человеку для того чтобы он жил радоваться за то что помогали друг другу они убивали это очень печально почему не жить и радоваться от взять эту германию до люди уже по 80 лет после окончания войны это фрг все навели порядки люди тут строят живут очень много в городе вот нашем маленьком городке мы встречаем итальянцев китайцев вьетнамцев алжирцев какой только тут нации нет очень много казахстанских немцев туркменистана в общем со всех бывших страны снг белорусов встречали теперь много наших украинцев человек 300 наверно живут только в нашем семи семи или восьмитысячном городочки и знаете все друг друга понимают все друг другу сочувствует ну хочу сказать не совсем все дружные каждый как может выживает борется за свою жизнь кто касается и наших украинцев они не совсем дружелюбные люди очень много розни так вот вам вкратце рассказать где бы ни было хорошо а дома я вам хочу сказать лучше у нас богатейший край богатейшая страна красивейший богатейшая она такая знаете разная-разная и родина она есть родина что на самое лучшее поэтому мои хорошие всем желаю мира всем желаю любви желаю всем процветания благости и самое главное чтобы наконец наши люди жили хорошо просто жили просто радовались каждому дню создавали семьи строили назидали друг друга помогали друг другу неужели просто нельзя жить спокойно почему это все происходит мы понимаем только говорить это на широкую публику знаете не сильно хочется у каждого свое мнение что сейчас происходит просто жалко мне наших людей простых людей богатых людей у них все есть за душой и они на рассчитывают на свои деньги а мы простые люди надеемся только на бога надеемся на то что мы как говорится будем живы завтра проснемся слава богу у нас будет хлеб насущный на столе а всем вам мои хорошие только всего самого лучшего берегите себя а с вами была я ваша наталья всем пока пока а а а а